в течение недели ты кому-нибудь говорил о христе ну кому-нибудь служил за кого-то молился может ты позволял богу как-то тебя использовать мы поем песню да вот но боже делай что ты хочешь во мне через меня ну знаете но мы просто иногда уподобляемся ну просто фарисеем потому что мы не хотим вообще ничего делать мы просто поем я понимаю что царство божие на усилием берется очень сильно знаете озабочены собою мы очень много беспокоимся как прожить как выжить как свести концы с концами я понимаю это потому что я ну сам себе может говорю я думаю что мы очень мало служим богу знаете писание говорит возложите все заботы на меня потому что он печется ну знаете и мы не возлагаем никакие заботы на него и печемся сами себе знаете бог уходит где-то ну на задний план я понимаю что но мы становимся такими долопоклонниками поклоняемся твари вместо творца мы поклоняемся суете страхом своим мы боимся их мы перестаем бояться бога мы начинаем бояться обстоятельств а знаете в страхе нож все-таки есть мучение и мы мучаемся и мы говорим что мы верующие ну а вера то без дела на все таки ж мертва так вот я хотел спросить позволял ли ты богу использовать тебя быть сосудом в чести может в тайной комнате ты за кого-то ходатывство за кого-то если тот человек которого ты несешь в молитве твое сердце оно расширено хоть кому-то знаете друзья мы должны растягивать свои сердца для людей но бывает так что наши сердца не настолько ссыхаются и если тебе куда-то толкают на служение тебя просто это разрывает у тебя полно своих забот тревог ты не женился ты тревожишься женился еще больше проблем друзья мы должны служить богу хоть хоть чем-то хоть знаете писание говорит будьте верен в малом знаете мы остываем становимся такими теплыми и так вот по инерции знаешь по инерции вроде уже как бы по инерции вроде я уже верующий я как бы хожу на служение как бы хожу на ячейку но от этого состояния тебе самому может быть противно тебя удовлетворяет вообще теплое состояние мне не удовлетворяет а тебя радует вообще когда бог тебя используют тебя использовал когда-нибудь бог писание написано будь ревностен и покайся в библии написано искал я человека он не ищет умного он не ищет знатного богатого который мог бы зарабатывать много денег он горит кто пойдет для нас кто согласится кто смириться друзья ну время у нас очень коротко библия говорит как пара восходящая на короткое время ты открывал вот кастрюлю с картошкой раз и все ты можешь церкви просто так подышать над паром и забыл все но то что бог тебе тебе нужно кому-то передать что-то значит чем меньше ты отдаешь чем тем меньше у тебя есть бог говорит давайте и что там дальше написано и даться вам это не просто про финансы и про финансы тоже но не только про финансы давайте и даться вам меру и добрую наполненную нагнетенную переполненную знаешь этот мир он тебя опустошает он тебе что-то предлагает для того чтобы тебя разрушить он ставит тебя на крыле храма говорит падше поклонись это все будет твоим и многие соглашаются многим немного надо чтобы согласиться кому-то нужно просто предложить работу в москве за 40 тысяч рублей ты оставишь служение ради денег писание горит невозможно служить и богу и мамоне знаешь когда мы зациклены с своими делами своими мы решаем только свои дела нам без разницы вообще кто чем занимается кто где умирает нас это не интересует но знаете бог сошел с небес чтобы решить твои нужды но ты их решаешь сам может ты где-то внутри понимаешь что он может решить лучше но ты ему не веришь что ты решаешь сам может у тебя не сильно хорошо получается но ты решаешь сам лучше у тебя синица в руках друзья ну правильник верую жив будет нам нужен журавль друзья все возможно верующим выпрыгни просто из суеты ну выйди выйди из рабства может тебе нужно выйти за стан может тебе выйти нужно и своих обстоятельств выйти из той зоны в которой тебе комфортно начинай поклоняться богу начинай просто духом славить